Внутримышечные, внутривенные, подкожные инъекции, постановка капельниц, проведение сердечно-легочной реанимации. На базе симуляционного центра при областной клинической больнице все перечисленные манипуляции можно отработать на специальных тренажерах. Данный центр создавался совместно с Рязанским медицинским колледжем, главным образом для практики студентов, но не только. Студенты колледжа здесь у нас отрабатывают практические навыки и потом выходят в клинические отделения и уже практикуются, можно так сказать, на людях. И для специалистов нашей больницы, для того, чтобы мы ежегодно смотрели, как они у нас по стандартам выполняют простые сестринские манипуляции с последующим принятием зачета. Кроме того, на базе симуляционного центра осуществляется подготовка младшего медицинского персонала не только для ОКБ, но и для других медучреждений города. Здесь мы понимаем ответственность, поскольку мы так или иначе являемся вот этой частью общей системы, которую готовят медсестер. Чтобы не было нареканий о том, что мало подготовленные именно профессиональным мануальным навыкам приходят медсестры. По крайней мере, внутривенные инъекции, внутримышечные инъекции, чтобы они делали не так, как они считают нужным, а так, как положено по СОПам и по всем нормативным актам. Однако в этот раз пройти обучение и получить зачет предстояло не медицинскому персоналу и даже не студентам, а нам, простым работникам средств массовой информации, для которых микрофон и ручка в руках гораздо привычнее, чем шприц. Но делать нечего, ведь подобные знания действительно могут пригодиться в реальной жизни. Увидеть, самим попробовать, это всегда очень, как минимум, интересно, но, вы знаете, это нелегко. Когда это смотришь со стороны, когда об этом читаешь, это одно восприятие. Когда начинаешь пробовать сам, совершенно другая мера ответственности, более серьезное восприятие этого всего. И мы очень хотим, чтобы вы о нас рассказывали, в общем-то, готовы помогать, учить. Итак, первая манипуляция – внутримышечная инъекция. Конечно, выполнить нам ее предстояло на манекене. Однако именно таким образом, как делает это медицинский персонал. Представиться пациенту, спросить, нет ли у него аллергии на лекарства, проверить соответствие препарата на значение у врача, срок годности, цельность упаковки со шприцом, рассортировать отходы класса А и Б. В общем, подготовка к инъекции занимает гораздо больше времени, чем сама инъекция. Даже процедура дезинфекции рук должна включать в себя определенный набор движений. Что ж, с первым заданием худо-бедно мы справились, ну а дальше нам предстояло помочь человеку, который подавился и начал задыхаться. В помощь нам очень реалистичный манекен. У человека становится вот такое страдальческое выражение лица, потому что идет нехватка воздуха. И чаще всего человек будет за это место, за горло хвататься руками. Голос осипший, но он уже есть. Полная обструкция подразумевает, что у человека отсутствует речь, отсутствует дыхание, синюшность. То есть это все может закончиться летальным исходом. Для того, чтобы этого не допустить, нужно обхватить человека сзади, зафиксировать руки в области эпигастре и сделать серию толчков. Примерно так. Серия толчков. Ура! У меня получилось это довольно легко, но в случае, если возникли сложности, человек продолжает задыхаться, его следует уложить на спину и вот такими движениями пытаться освободить его легкие. По окончании квеста нам выдали оценочные листы, так что теперь рязанские журналисты готовы оказывать в том числе и первую медицинскую помощь. Кстати, в скором времени в этот центр планируют приглашать школьников, которым также не помешают подобные навыки. Кроме того, после таких практических занятий придет понимание, хотят ли они связать свою жизнь в будущем с медициной. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».